И здравия соратники, сегодня замечательный день, сегодня 8 число, постараюсь показать, вот 6.15 было, когда начался 6.16, 9.06, замечательная дата и неплохая дата для небольшого контрнаступления. Но поскольку в нашем мире существует некая обратная логика, то есть если хочешь что-то изменить на физике, измени не на физике, если хочешь изменить что-то вовне, измени это внутри себя и так далее. Поскольку все фрактальное, все отражение, внешнее отражение внутреннего, а вверху отражение того, что внизу на некотором плане, есть некоторые простые принципы, но об этом, наверное, позже. Я хочу предложить именно начать наступление, но в хорошем смысле изменить себя. Начать с себя и некоторые техники для изменения себя даны на сайте Цельнозор.ру. В разделе, например, статьи, тут не только мои статьи, тут разные статьи, которые я считаю хорошими, я выставляю на сайт. Рекомендую всем смотреть сайт, это вот некоторые статьи Техденсора отсылочна, а также учебник логики отсылочна. И вот одна из статей, на которые я хотел бы обратить внимание. Помимо статей о квантовых помощниках, мы их обновили, они долгое время бездействовали, были расхреначены врагами в ходе боевых действий, не только. Ну так вот, по крайней мере, с диагностой можно работать снова. Но лучше всего делать это без каких-то костылей, помощников. Лучше работать самим. И начать работать самим можно с очень простой техники. Эта техника называется «постичь наблюдателя». То есть начать с себя. Дело в том, что невозможно как-то что-то изменить вовне, если не изменено внутри. Потому что вовне, ситуация вовне сложилась такая, какая она внутри. То есть что-то внутри тебя, воин, привело к этой ситуации. Вот рекомендую просто уборку своего пространства, изменения своего пространства. Начать с некой инвентаризации. Инвентаризации тонких планов, полей. Но чтобы понять, что мешает, нужно понять, что помогает. И просто нужно найти себя. Вот как отделить, что на меня влияет от меня самого? Можно просто-напросто расслабиться и позволить вещам течь самостоятельно, течь потоком силы, наблюдать за процессами, за событиями и так далее. Я немножко сейчас расскажу про суть техники. Она, в общем-то, рассказана в статье, но позже я дам некоторые очень полезные вещи. Поэтому рекомендую просто расслабиться, выбрать время, расслабиться, полежать, чтобы никто не мешал. Тогда проявляется все то, что в обычном состоянии, в напряге, в суете обыденной, оно как-то вот на некотором фоне теряется. Это все равно, что маленькая песчинка, либо маленькая иголка, либо маленький болевой сигнал в ходе ежедневных боев у наших. Загруза, ну, это как некоторую боль в желудке. Человек забывает, когда болит зуб. Вот условно у всех у нас болит зуб. Вот пока он болит, вот все остальные мелочи не... Ну, мы не обращаем внимания. То есть болевой порог превышен. И вот, чтобы понять эти тонкие подболевые сигналы, естественно, если бы это была большая боль, мы бы что-то сделали с этим. Поскольку это маленькая, но большинство не обращает внимания. Маленькие утечки, маленькие уколы. Но они тоже важны, они откачивают силы, отвлекают внимание, не дают сосредоточиться еще больше, чем что-то большое. И вот из этого общего шума, неких сигналов, как-то обычно не что-то одно поможет именно концентрации и расслабления. Цель просто поиграть в тех котов, которые сломались, которые поднимаешь, а они снова падают. Коты сломались. Вот это вот идеал этого расслабления. Цель сделать так, что вот все идет само. Отпустить все. Дело в том, что многие очень напряглись, напрягли вселенную и держат. Вцепились в нее и боятся отпустить. И вселенная не реагирует, не дает им ничего, не забирает лишнее, не меняется ситуация. Потому что многие как вцепились условно в детстве во что-то эмоционально, так до сих пор держат, хотя это еще не нужно. Например, там понравилось некое платье, ну, я аллегорию такую, аналог провожу, ну, как женщину в 15 лет. Уже тело изменилось, уже и платье это не нужно, уже бы его и постирать неплохо бы, даже если оно хорошее. А вот вцепились и подсознание не понимает, что надо бы это отпустить. И сознание не дает команду подсознанию, что нужно отпустить, как-то поменять платье, там, дизайн, еще что-то. Вот, ну, условно, я очень абстрактно на плинтусовом уровне объясняю. То есть от некоторых вещей неплохо бы избавиться. Либо просто пересмотреть, либо новые вещи обновить как-то. Поэтому вот сделать инвентаризацию процессов, текающих в тонких и толстых и прочих телах, поговорить со своим телом, потому что все болезни на физике и все процессы на физике, они начинаются на тонком плане. И осознать, что происходит на тонком плане, сделать инвентаризацию, это шаг номер один к какому-либо движению. Понять, кто мы, что мы, что ты и куда движешься, откуда это все началось. Просто тупо отсечь неких вампиров. Так вот, поможет. Да и просто полезно для работы со своим подсознанием, с энергетикой наполниться, скажем так, нервную систему привести в порядок, психику, с психикой поработать. Вот простая элементарная техника. Потому что вот сколько мы общаемся с разными людьми, ну, далеко не все это умеют делать, общаться со своим телом и с подсознанием. Поэтому рекомендую спать наяву, это такое некое состояние полудремы, это идеал. Такое состояние, с которого видны все процессы. И важно наблюдать, наблюдать за тем, что происходит. Вот цель вот этого состояния. Можно поучиться у котов, стать кошкой на полчасика. Рекомендую проводить, ну, раз в неделю достаточно. Можно классические техники аутотренинга применять, то есть накачивать некой тяжести, там, одну руку, другую, чтобы обратную связь научиться получать. И некоторые умудряются замедлять не только дыхание, но и биение и так далее. Это все реально, это все возможно. Соответственно, в этом состоянии активизируются процессы автоматические, которые заложены в нашем теле на исцеление, на оздоровление, на регенерацию тканей, на восстановление и так далее. Именно это позволяет очистить мозги от лишних мыслей, которые постоянно долбятся, как стадо там у многих, да у меня тоже, бегают иногда вот туда-сюда. Почему я об этом думаю, собственно? Почему эти мысли забирают мои энергии? Ну-ка, нафиг. Вот нужно понять себя. Что мы и что мы. И вот синхронизировать сознание, то есть ментал, с физикой, с эфирными планами, с энергией, с астралом, чувством, ощущениями. То есть стать цельными, цельными, единым целым, синхронизированным. Потому что если что-то нужно делать, нужно делать здесь, сейчас, осознанно и всеми телами. Потому что если лебедь, рак и щука, то есть думаем об одном, чувствуем другое, а тело находится в непонятно где, мягко говоря, далеко эфирное тело не в теле физическом и так далее и тому подобное, то получится, мягко говоря, раздрай. И никакими медитациями, тем более совместными, это делать не выйдет другими путями. Я вообще искренне против любых коллективных медитаций, потому что при любых коллективных медитациях формируется некое поле большое. Назовем это астральное, эфирное, не знаю, эгрегор, но это не эгрегор, это еще хуже. И от этого общего поля может действовать любой, кто в этом поле находится, либо любой, кто рядом с этим человеком, родственник любого из тех, кто, либо как-то связанный с этим человеком, либо те, кто взломал этого человека, который внутри этого поля. И получается, что твоей энергии, энергии того, кто в медитации может делать кто угодно, что угодно. То есть от твоего имени, а карма, грубо говоря, ответственность падает на всех. То есть, грубо говоря, помолились все вместе о чем-то, один из них направил это на очень нехорошие дела, ритуал, и ответственность по всем. У него получилось, потому что у него ресурсы всей группы есть. Мы же дружно молимся о спасении чего-то или кого-то. Коллективную медитацию проводим. А кто-то один лидер, явный, либо неявный, может использовать все это для себя. Может проходить. Мы же люди-то открываются, наивные дурехи. Большинство, в основном, женщин попадаются на эту хрень. Коллективные медитации. Пока я не могу доверять всем, и всем, кто вокруг тех, кто участвует в этих медитациях, я искренне рекомендую избегать всяческих коллективных энергетических трепыханий. Поэтому вот читаем эти техники, расслабляемся. Индивидуальная работа и только индивидуальная работа. Ну а тем, кто после этой работы, скажем так, после расслабления, рекомендую и даю некий подарок, называемые мудры. Мудры особенные. К этим мудрым я привязал некоторые руны. Так что те, кто будет использовать эти мудры, они получат поддержку руны, поддержку мою. Некоторые из них будут имеют особый статус, скажем так. Первое, самое простое, мудро. Мудро — это любые комбинации пальцев любых. И не только. Положение тела и все остальное. Так вот, достичь еще большей синхронизации помогут объединение ментала, некое физическое положение тела и дыхание. Ну, дыхание рекомендую. Я давал некоторые техники, как совместить дыхание, сознание, ментал, то есть квантовое осознание, квантовый уровень, астральный уровень и эфирный уровень. Но могу сказать еще. Очень интересно помогает проникнуть вглубь себя техника, как поиск перехода. То есть между вдохом и выдохом или выдохом и выдохом есть некое состояние. Если попробовать понять момент перехода, то можно углубиться в себя немножко больше. Ну, вернемся к нашим рунам, точнее, к нашим любимым мудрам. Вот первое мудро это найти себя, скажем так, стать собой, отсечь все лишнее. Она очень простая. Две, два уголка, две скобки. Ручки вот так. Вот. Именно уголок. Потому что вот так это не совсем то. Это просто, ну, оберегание. Ну, тоже полезно. Можно сделать вот так перед грудью либо перед лицом. Но в то же время одновременно чувствуем свое эфирное тело. Уголками. Вот на уголке я повесил одну руну. и мы одновременно чувствуем разные все уровни силы. И примерно чувствуем вот как самого себя сжимаем так вот. Отсекая, отжигая все лишнее. Потому что поток силы такой можно, но если все правильно почувствовать, то как вот все чужое, оно как сжигается. Это огненные, скажем так, руны золотые. дарю. Вот такое ощущение. Можно почувствовать. Именно вот уголок можно почувствовать. Большой палец он прижат. Купки. Вот так не надо, чтобы торчал. Вот. И как бы внешние края вот самого себя вот так немножко зажимаем. Чувствуем контур. Чувствуем границы своего эфирного поля. Как со стороны. Можно делать шарик вот перед собой, а можно делать шарик еще одновременно самого себя. Вот так вокруг. Внутри. Чтобы ты был. Тоже полезная техника. на самом деле кажется, что все просто. На самом деле очень много полезных сложных вещей там. Не так просто. Следующая мудра руна это руна рассвет. рекомендую использовать. Это очень просто. На, вот. Это вихрь. Полностью сжато. Чуть больше. Второй уровень. Третий. И распрямление вверх. идет на сюда и вот. Вот так. Ну, по желанию, но вот лучше вот так. Так это указание пробой. Нет, вот так. Именно распрямление. Главная идея выпрямляется. Энергия идет и вверх. Если сделать вот так условно и поднять вверх и попробовать дотянуться до солнышка наверху мысленно. Интересное будет ощущение наполнения. Вот так вот энергия сразу начинает течь с руки. Вот. Лесенка. Подъем. Рассвет. Расход. Вихрь. Я привязал к этому еще руну соответствующую с тем же названием скажем так и с тем же функционалом. И это мой подарок вам. Чувствуем. И делаем сами. Вот перед собой и вверх. Можно вот так вот почувствовать перед собой и направить на либо хорошего человека тогда он получит поддержку либо не очень хорошего. Тогда все вампирчики просто ну почувствую сам что с ним происходит. Вот так как как отсечение вампирчиков всего плохого происходит. Ну и плюс к этому же это синхронно с тем рассветом что наложен на символе цельнозора. потому что вот это это тоже руна. Ее можно ну она на пространство работает. То есть можно во внутренний символ как бы повесить на внутреннюю сторону своего эфирного тела. У нас есть сфера как бы внутри. а можно повесить тот вариант символа который показал товарищ Сталин в фильме цирк и проделать с собой то что проделано с королевой Роя с главной героиней. Там очень хорошая руна сложная многозначная и символ там показан в балансе не в момент запроса информации и обмена информации контакта со вселенной а просто баланс следующий это ключ вот то что показал товарищ Сталин на парашюте это просто руна ключ она активируется чуть иначе вот так приведение себя в баланс но это на любителя это не рекомендую скажем так я даю простые понятные символы еще один символ условно можно сказать что острие копья так вот не вот так нет не надо это неправильный ромб цель не неправильный ромб цель стрелка это означает все для победы это та руна которую скажем так дарил товарищ Сталин всем тем кто на параде красной площади всем красноармейцам для этого что-то пошло меняться все для победы на победу это вот такая руна и такой жест если вот так сделать перед собой вот такой некий такой треугольничек двойной один чуть поострее другой чуть менее острый скажем так другой равнобедренный вот и поднять вверх то же самое руки как потянуться наверх солнышку тоже будут очень интересные ощущения интересное наполнение работаем воины но это индивидуальная работа никаких коллективных работ и медитаций ибо слишком много саботажников врагов и слишком хитрожопых которые пытаются проникнуть повампирить изменить подосрать и так далее это то что скажем так ируны которые которыми работал товарищ Сталин когда-то но это то что безопасно и спокойно может использовать любой воин и с любым уровнем подготовки поэтому вперед в стране навстречу скажем так я уверен что все получится и все только начинается работаем воины добра расширяем оттуда оттуда любят все то это что это это